Ну что ж, обработали вот этот кусочек. Так, и вот так вот это немножко все сделаем более компактным. Итак, закрываем. Вот видите, зеленые пятна, это полиняла зеленая краска на ткани. То есть даже исходя из того, что у меня стол весь в таких цветных пятнах, вы можете следить о том, что я действительно много валяю, работаю с разными материалами. И теперь метод, да, не мой, Марты Дорофеевый. Я также его использую немножечко, особенно когда приваливаю какие-то сложные декоры, вроде синтетической пряжи. Или вот таких плотных тканей. И немножко вот так вот потрясем. Буквально 50 раз. Дальше развернем с другой стороны. Возьмемся за бочок. Поскольку внутри там у нас все завернуто. Вот здесь я также надежно все держу. И буквально легкие потряхивания. Переворачиваем на другой бочок. И вновь. Можно даже перевернуть на другую сторону. И с другого бока. И теперь разверну и посмотрю, что и как у меня здесь все происходит. Конечно, никакая супер большая здесь усадка пока еще не должна пойти. Машинку пока далеко не убираю. Возможно, где-то что-то не приваляется. И возможно, я ей еще воспользуюсь. И теперь... И теперь я возьму вновь горяченькую воду. Возьму кусковое или туалетное, но лучше хозяйственное мыло. И лучше прямо вот это коричневое. Оно обладает такой клейкой способностью. И вот это все вновь намылю. Одеваю перчатки, потому что не хочу возюкать руками по этой, по ткани. И вот так вот легонько-легонько намыливаю. Мыло как раз еще подтаскивает те самые волосики. Потому что моя задача сейчас, чтобы мыло склеило слой шерсти и ткани. Должна образоваться такая прям густая мыльная пена. На первых порах она очень важна. Как раз за одну ручкой проходим. Проверяем, контролируем. Да, возможно, мой метод немножечко долговат в начале. Но зато сам процесс сваляния мы сейчас с вами вот этот кусочек сваляем буквально, наверное, за 20-30 минут. Сейчас вот самое главное вот это все намылить. Еще чуть-чуточку вот здесь воды. Вот в этом краю вообще все уже прекрасно начало подваливаться. И пошла деформация первичная. Ткань дала уже вот этот первый рисунок. Сильно никуда не давлю. Такие вот легкие скользящие движения. И именно короткие. То есть не вот такие вот длинные, а максимально вот короткие на длину кисти. Те самые волоски я вам показала. Они проникли, сцепились с тканью. То есть вот эта шерсть, которую мы с вами раскладывали, сцепилась с тканью. Особое внимание нужно краям уделять. Центр обычно всегда хорошо валяется. А вот края, это всегда самые опасные места. Еще капельку вот сюда. Еще прохожусь по краям. Можно даже прям самим мыльцем, как утюжком. Думаю, достаточно. И теперь вот так аккуратно приподнимая, вот так вот прямо скомкивая, собирая с двух краев, собираю всю свою раскладку в кучку. А, мой мешок, излюбленный мешок. Вот, кстати, эту технологию, наверное, запатентовала я. Я ни у кого не видела, чтобы кто-то валял в мешках для стирки. Вот такой мешок для стирки. То есть если я сейчас буду активно, агрессивно валять, месить вот просто так, что-то может деформироваться. Все-таки через мыло все будет приклеиваться вот к этой вот пленке. А вот этот мешок будет надежно запечатывать всю мою раскладку. Поэтому вот сейчас я положила свою раскладку в мешок. И мешок немножечко ее собрал. Стала выделяться лишняя влага. Пока что пакет я оставлю. И вот теперь вот такие вот легкие перемешивающие движения, переворачивающие, чтобы волок мой, мы его все напрягали, растирали, вибрировали. А сейчас вот он как бы в свободном плавании. Наша шерсть гуляет вот в этой мыльной пене, вот в этой мыльной воде. Между слоями шерсти и шелка. И вот за этими мыльными пузырьками перемещаются как раз те самые волоски шерсти. И как раз тем самым вот все у нас перемешивается. И мы перемешиваем это и сюда, и вправо, влево. Где-то порядка 100 таких перемешиваний легких нужно сделать. Так, теперь можно вот так вот это взять и вот прям в мешке вот так это отжать. Как бы ничего у нас никуда не оторвется, не переместится, потому что вся наша раскладка вот здесь надежно собрана. Второй пакет излишней водой тоже убираем. Здесь мы все с вами подсушили. И теперь давайте после ста подбрасывания это вытащим. И вот никуда ничего не тянем, не тащим. Аккуратненько вот так расправим. И развернем чисто края. Ничего никуда. А, пусто, пусто. Да. Вот так вот разберем. Уделим внимание краям, чтобы шерсть не завернулась на ткань. Все, отлично. Да. Хорошо. Вот, поскольку у нас вот эти края были внутри, они подвалялись чуть лучше. И все-таки ткань у нас плотная. Вот краешки уже стали собираться, поскольку они именно тоненько, мы их раскладывали, чтобы не было слишком большой фактуры. На один разочек мы с вами вот так вот с изнанки пройдем по всей нашей раскладке. Мыло много, все скользит хорошо, плюс я в перчатках. Никакие катышки у нас не образуются. Чтобы войлок не пошел слишком большими фактурами, если вы работаете с тонкими какими-то тканями или с волокнами, вот этот этап можете не делать. Но, поскольку у меня сложная ткань, чтобы на первых этапах не пошла слишком большая фактура, я, пожалуй, эту обработку сделаю. Также можете на этом этапе машинкой воспользоваться, просто я не хочу скажем так, шуметь. все так вот я сделаю здесь и вот когда к плоскости вы приваливаете вот я даже вижу что поскольку края я заворачивала в центр они чуть посильнее свалялись от центральная часть как будто как будто пузырьком таким чуть больше объем занимает на столе и это явное подтверждение тому что центральные части то что у нас в центре в глубине войлока садится лучше даже если бы мы валяли например в рулоне то что мы заматывали в начале нашего рулона сваливалась бы сильнее чем то что у нас находится с вами на краях вот и поэтому чуть больше внимания уделила центральной части смотрю чтобы ткань пока еще не давала слишком больших заломов по ткани стараемся вот так вот не тереть но иногда и это я тоже делаю не буду этого отрицать когда смотрю что например ткань совсем не приваливаться особенно когда синтетические какие-то ткани сложные там я могу позволить себе потереть по лицу но натуральные ткани даже вот такие вот плотные как атлас прекрасно приваливаются так покажу вам лицо пока что здесь у нас никакой фактуры нет я вот сейчас все выгладила и вновь собираем все в комок и я помещу все это в мешочек лишние воды у нас уже нету все привалялось я еще раз руками все обработал и вновь это сто подбрасываний а все 100 этот маленький комочек я думаю килограмма два весит поэтому два килограмма попробуйте к покидайте и сетка это синтетическая она абсолютно не приваливается как вы видите плюс она имеет фактуру некоторую рельефность да в своем плетении и за счет этого у нас происходит скажем так как дополнительное сваливание это то же самое что войлок бы мы наш притирали о какую-нибудь икеевскую или воздушно-пупырчатую пленку вот вы видите у нас все свалялось все привалялось везде все хорошо надежно держится можно немножечко воздухом насытить войлок обрабатываю таким вот образом и вновь собираю все это в комок вновь положу все это в мешок застегиваю и вновь то подбрасываем как видите ничего сверхъестественного в каждом восемьдесят достаточно, устал ли руки у меня, так, вновь вытаскиваем, открываем, расправляем, вот такое полотно получается, прохожусь по краю, и вот сейчас все еще можно исправить те какие-то огрехи, если они вдруг у вас получились, поэтому для начала расправляю все края, пока что у меня припуски порядка трех или четырех сантиметров, как раз вот только-только начала образовываться фактура, сейчас думаю уже можно показать вам, что получается, сейчас вот расправлю краешки и покажу, так, поскольку я делала большие припуски, даже если что-то где-то приваляется, не страшно это отковырять, отодрать, и они тонкие, поэтому они будут садиться достаточно хорошо, безусловно, это получается ткань ручного производства, то есть она дважды ручного производства, потому что я так полагаю, и вот этот адрас мог быть соткан вручную, но здесь на сто процентов я не уверена, не знаю, не буду утверждать, и еще и на ее соваляли, и, соответственно, она дважды ручной работает, сейчас, конечно, здесь все в той самой мыльной пене, перчатки можно снять, мы больше притирать с вами ничего не будем, и давайте вблизи покажу вам фактуру. Итак, два подхода валяния активного, агрессивного, конечно, перед этим мы с вами хорошо все обработали виброшлифовальной машиной, и вот видите, вот та самая рябь, вот шерстинки у нас были вот такой длины, и они же стали у нас съеживаться, скукоживаться, и поскольку они проникли на поверхность ткани, вот видите, вот эти легкие такие зигзаги, вот здесь особенно вот хорошо это видно, вот на желтом, вот ткань стала деформироваться, потому что шерстинки стали уменьшаться в длине вот так, и вот так, и, соответственно, они вот так вот за собой ткань и тащат. С обратной стороны у нас все гладенько, здесь у нас чистый войлок, чистая шерсть, а вот та самая ткань создает ту самую фактуру, поэтому фактуру шерсть не создает, фактуру на войлоке создают именно декоративные материалы, это могут быть ткани, как натуральные, так и искусственные, так и волокна, как растительные, так и животные, то есть вискоза, тензал, крапива, лен или животное, это там шелк, волокна, шелка, да, и также ткани натуральные, шелк, хлопок и искусственный полиэстер, акрил или еще какие-то что-то. Самые тяжелые работы завершились, итак, у нас все прекрасно здесь сваливается, приваливается, все же я боюсь, что фактуры будут слишком активными, поэтому давайте, пока у нас еще не стало все слишком активно фактуриться, мы все-таки немножко поваляем это в рулоне, заодно покажу вам, что такое рулон, и в чем его особенности, что такое активное, агрессивное валяние, я вам показала, я использую метод валяния в стиральном мешке, итак, я стараюсь, чтобы центр моей ткани не был в центре, поэтому складываю, грубо говоря, пополам, пополам, нет, пожалуй, вот так закончим на этом, и заворачиваю не самый край, а как бы заворачиваю одну треть или одну четвертую, и теперь уже заворачиваю это в мягкий рулон, то есть валять будем в мягком рулоне, смотрите, я завернула от себя, и потом повернула к себе, чтобы мой рулон не разворачивался, и вот такой мягкий рулон катаю примерно 50 прокатываний, руками постоянно перемещаюсь, кстати, руки у меня, скорее всего, будут сине-зеленого цвета, такие же, как сетка, и как теперь мой стол, и вот так вот подворачиваю и подкатываю, можно 50, можно 100, в принципе, войлок уже достаточно стабилен, и ничего страшного с ним не произойдет, и теперь разворачиваем, и вот то, что у нас было в центре рулончика нашего, вот видите, вот эта часть у нас более скукоженная, чем вот эта, а почему, потому что это у нас было в центре нашего рулона, и теперь также я не от самого начала, загибаем немножко, заворачиваю рулон, и теперь у нас будет другая сторона в центре, и поэтому будет примерно одинаковая усадка, поэтому катайте одинаковое количество раз с каждой стороны, но и в любом случае, это ткань ручного производства, так же, как ручное окрашивание, даже если это какие-то метры красят, они не могут покрасить абсолютно идентично две одинаковые, там, неважно, майки, кофты, два колобка пряжи, две пасмы пряжи, потому что вы видели и ткань сама ручного произведения искусства, раскладка шерсти у нас в ручном режиме, да, притирка в ручном режиме, немножечко я попользовалась виброшлифовальной машиной, конечно, не буду этого скрывать, так, и вновь разворачиваем, и вновь вот эта часть теперь у нас немножко подвалилась, и теперь мы перевернем это, то есть вот это у нас теперь условное лицо идет вниз, вот видите, здесь у нас гармошки, почему, потому что рулон заворачивался вот туда, и все это было растянуто, а теперь наоборот, вот это у нас будет в центре, так, и также мы развернем вот так, да, чтобы у нас усадка была равномерная, и теперь у нас растяжение идет с другой стороны, и вновь где-то 50-70 вот таких вот прокатываний. Когда мы катаем в рулоне, поверхность получается более плоская, а когда мы валяем в объеме, вот подбрасывание, да, тогда у нас более фактурный получается войлок, и вновь разворачиваем, заворачиваем, и я прям вот в руках чувствую, что мой войлок уплотняется, поэтому если вы не знаете, с чего начать, а подойдет ли размер, а как все усядется, вы можете свалять просто вот такие вот полотна, вы можете привалять не обязательно шелк, вы можете взять вискозный какой-то шарфик, платок, вы можете взять шерстяной тоненький платок, какой-нибудь шарфик, можете тонкий хлопок взять, что-то типа батиста, или какого-нибудь ситчика с цветочками, свалять вот такие вот просто рулоны, которые мы с вами уже скоро сейчас увидим, и можете потом из этого что-то сшить, и так, аккуратно разворачиваем, так, войлок становится вот уже настоящим, как бы я это говорю, вот фактурка наша стала более плоская, потому что мы валяли с вами в плоскости, вот эту центральную часть я сейчас немножечко потру руками, потому что я прям вижу, что она как юбочка немножко торчит, и вот так немножечко притрем вот это место, и теперь вновь будем в объеме валять, желательно завернуть шелковой частью вовнутрь, и вот скорее всего мы сейчас с вами проваляем еще один цикл, и нужно будет пойти и прополоскать вот это старое мыло, потому что, смотрите, у нас все-таки с шерсти краситель какой-то сходит, какая-то там пыль, допустим, если шерсть у нас хранилась какое-то время, вот с этой ткани, как я сказала, я ее не простирала, потому что боялась, что она полиняет, какая-то краска сошла, вот эта пропитка заводская, потому что я, честно скажу, не знаю, что это за ткани, мне дали, сказали свалять ойлок, все, на этом моя задача заканчивается, поэтому мыло, скажем так, отработало свою функцию, оно сделало вот эту первичную сцепку, первичный этап валяния произошел, вот этот краситель лишний вот мы растворили, смыли, произошла, как говорится, химическая реакция, и вот это грязное мыло, да, уже, и нам нужно будет прополоскать, добавить нового, чистого, свежего, и вот уже во второй заход обычно я добавляю любое, могу, вот какое есть, такое добавляю, любое жидкое, чтобы не возиться, сейчас я вам, конечно же, это покажу, как я это делаю, только на моделирующем валянии, но поскольку здесь у меня не будет никакого моделирующего валяния, то есть это ни жакет, ни пальто, ни жилет, я не буду здесь ни кроему подваливать, ни борта, ни горловину, вот, давайте посмотрим, что получилось, так, ой, какая красотища получается, сейчас у нас, конечно, еще сама шерсть не свалялась, поэтому фактура не совсем адекватная, скажем так, но результат получается потрясающий, и теперь вновь расправляем края, все свалялась, вот вы видите, никуда ничего не отваливается, и вот сейчас можно, наверное, все-таки обработать еще раз в плоскости, если бы я, конечно, валяла это для себя, я бы не стала это обрабатывать ни в какой плоскости, я люблю такие немножко неоднородные фактуры, но все-таки для заказчика буду делать более равномерную, буквально вот по одному, по два проглаживания, работаю по изнанке, без перчаток, чтобы трение было максимальным, то есть чем у нас более шершавая поверхность, тем более сильное трение, да, тем сильнее у нас с вами все это сваливается, и вот если бы я это делала не из этой ткани, и не боялась бы каких-то подтеков вот этой краски с атласа, я бы все это прополоскала сейчас, оставила просушиться полностью, и уже с высохшим войлоком поработала, вот расправляю, когда притираю, чтобы поверхность была гладкая, чтобы сама шерсть не сформировала никакие пузыри, ну, а я, скорее всего, просто сейчас пойду прополоскаю вот это мыло, давайте немножко вот так это взбодрим, фактура просто изумительная, конечно, цвета роскошные, вот такая красота получается, поэтому пойду выполоскаю старое мыло, вновь насыщаю войлок воздухом, ну, хотя сейчас ему не это нужно, ему нужно удалить все грязное мыло. вот тут находится мое изделие, и я по краю таза пускаю в теплую воду, в теплой воде вот такими отжимающими движениями прополаскиваю. смотрю, чтобы струя воды не била по самому войлоку, по стенке, и просто в таз набиралась вода. посмотрите, какая сильная вода. поэтому я вам и говорю, что мыло отработанное. и вновь набираю вот так вот воду, и вновь сливаю. вновь набираю воду. войлок там я им не жулькаю, ничего с ним не делаю, просто расправляю складки, чтобы мыло, вот эта краска, все-все-все максимально вновь направляю вы видите вода уже стала более светлая и наверно последний этап итак на этом принципе мы закончим полоскание в принципе все мыло грязь и краску удалились вот таким комком все это вытаскиваю примерно пополам сгибаю и вот такими перехватывающими движениями отжимаю изделие и теперь располагаю это на полотенце стараюсь как можно сильнее высушить изделие чтобы она вот мокрое не лежала чтобы краска не текла вот так это уже войлок но сваленный не до конца наверно на на две трети примерно сваленных вот но поскольку я снимаю для вас все очень подробно со всеми замечаниями комментариями немножечко дольше все выходит чтобы все снять показать объяснить если я сама с собой шик 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 и конечно все намного быстрее у меня получается вот так в полотенце все это заворачиваем и на полчасика оставляю и вот все полотенце как раз возьмет всю лишнюю влагу оставляю и дальше покажу что будет и так прошло где-то полчаса моё полотенце как вы видите полностью стало мокрым а значит вся вода из моего войлока ушла в полотенце и сам войлок стал практически сухим вы видите полотенце прямо насквозь мокрое стол конечно же я протерла от грязной мыльной воды и наверное я на сегодня пока что оставлю свою работу у меня появились кое-какие дела поэтому оставлю свою заготовку ради любопытства давайте посмотрим какая у нас произошла усадка но учитывайте что это еще не окончательный результат самое интересное вот самый некрасивый этап это вот именно вот этот и поэтому мой вам совет если вы вот что-то валяете начали валять и думаете блин простите мне какое-то говно получается обязательно доваляйте это изделие вот его доваляйте до готового войлока и тогда вы точно поймете что у вас получилось потому что у меня были такие варианты что я что-то сделал и думаю блин какой-то отстой а потом в итоге я оставляла свое изделие и в какой-то момент что-то может быть не было вдохновение что-то новое создавать и я решила довалять вот какой там свой не дать свою недоделку я довалял и это получилось так красиво поэтому никогда не вот вы вот в таком состоянии ничего не оставляйте доведите войлок до готовности вот полностью его доваляйте а потом уже смотрите что вам делать если вам вдруг не понравилось им всегда можете порезать это и пустить на какие-то фрагменты на аппликацию мастер-классы по войлочной аппликации тоже есть на моем канале ну а я разложила свое изделие как вы видите кстати уселось она не сильно сейчас возьму сантиметровую ленту и так исходно ширина была 62 сантиметра что же у нас сейчас давайте посмотрим так 53 на краях конечно чуть пошире 54 с половиной вот в серединке здесь я вижу у меня еще тут тоже широковато 53 53 с половиной вот это более узкая часть 52 и вот на этом краю 55 с половиной что касается длины так 100 сантиметров 200 263 так так что то как посчитать коэффициент мы с вами берем большее число 300 делим на 263 и получаем 1 и 14 то есть у нас с вами всего чуть-чуть только пошла усадка где-то 1 3 а точнее вернее 1 и 4 а то 1 и 5 я буду все это еще доводить доваливать но вот я говорю вы видели как сильно текла краска поэтому мыло уже выработалась процесс валяния практически прекратился и было бессмысленно вот эту грязное мыло гонять по этой шерсти бедной несчастной поэтому я все это выполоскала отжала и я все-таки оставлю это вот так вот высохнуть и вот ради любопытства я вам сказала что стало 263 на 53 когда это высохнет это еще уменьшится и давайте мы с вами тоже это запишем и посмотрим как я сказала усадка только пошла рисунок пока еще весь сохраняется но та самая рябь о которой я вам говорил то видите все эти ровные полосы пошли вот мелкими мелкими зигзагами вот такой у нас получается рисунок пока что все это мокрая и вот поскольку ткань пошла вот этой волной волосинки уже не так сильно читаются все надежно у нас с вами держится конечно отодрать все всегда можно даже от какого-то пальто можно что-то отодрать и пуговицы и ласканы и швы разодрать поэтому у нас с вами еще здесь тонкий войлок вот видите фактуры такие красивые у нас получается давайте посмотрим что на шерстяной стороне здесь у нас стабильное черное полотно какие-то остистые волосинки у нас немножко торчат вот как раз когда когда войлок подсохнет я вот это как раз и уберу и то они в принципе вывалятся сами вот эти белые волосинки вот так выглядит карачаевская шерсть пока что это еще не войлок еще видны отдельные волокна мы с вами все это сваляем и у нас будет роскошное войлочное полотно ну а я оставляю все это сушиться тоже немножечко отдохну и в следующей части мы конечно же с вами доваляем и покажу что можно сделать на влажной тепловой обработке уже на готовом войлоке осталось чуть-чуть а и и и и Субтитры подогнал «Симон»